Здравствуйте! На радио Спорт.ФМ заключительная в 2017 году программа «Спорт для всех», которая выходит при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии работают Олег Богачев и Надежда Маркова. Здравствуйте! Сегодня мы подведем итоги года для регионального спорта. Расскажем о спортсменах, которые в 2017 году добились больших побед, и о самых крупных мероприятиях, которые прошли на территории области. И для начала немного цифр, но цифр очень важных для калининградского спорта. В 2017 году наши спортсмены завоевали более 140 медалей различного достоинства в чемпионатах, первенствах и Кубках России, Европы и мира. Согласитесь, это очень серьезные показатели. Также 405 спортсменам Калининградской области присвоены спортивной разрядой кандидат в мастера спорта, 30 спортсменам присвоены звание мастер спорта России и одному мастер спорта России международного класса. В нынешнем году более 750 спортивных мероприятий прошли на территории области и за ее пределами, в которых приняло участие свыше 60 тысяч человек. Наиболее значимыми мероприятиями всероссийского и международного уровней стали первенства России по скалолазанию, чемпионаты и первенства России по кикбоксингу, этап чемпионата Восточноевропейской волейбольной зональной ассоциации по пляжному волейболу, гран-при по волейболу с участием национальных женских сборных команд России, Бельгии, Нидерландов и Доминиканской республики, первенства России по стрельбе из лука, чемпионат России по рукопашному бою, чемпионат России по серфингу, Кубок мира по воркауту, а также тур Кубка мира FIFA. Еще одним важнейшим событием для регионального спорта в 2017 году стало назначение на пост министра спорта Калининградской области прославленной спортсменки, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко. И несомненно дебют Ищенко в качестве спортивного функционера удался. «Спорт.ФМ» подведет сама титулованная спортсменка и министр спорта региона. У нас в эфире Наталья Ищенко. Как мне кажется, 2017 год стал успешным за калининградских спортсменов. И хочется отметить, что наибольших успехов добились представители адаптивного спорта. На 23-х летних сурдолимпийских играх калининградские спортсмены завоевали 7 медалей. На чемпионате мира по темпу среди глухих Ярославцева Ольга стала серебряной призеркой. Ручкина Александра на чемпионате мира по легкой атлетике «Спорт.Алин» 4 раза поднималась на высшую ступеньку и стала четырехкратной чемпионкой. На 29-й летний сурдолимпийский спортсменок в эфире Наталья Ищенко завоевали 2 золота, серебро, бронзу. На чемпионате мира по спортивной борьбе Муста Явлой впервые стал серебряным призером. Начиная с мира по саму, как убедительница, стала Анжела Гаспаряна. Мы отправили в Министерство спорта Российской Федерации документы для присвоения спортивных званий. Двух человек мы отправили для присвоения заслуженного мастера спорта России, трех для присвоения мастера спорта России международного класса и 43 человека для присвоения мастера спорта. Мы понимаем, что интересы жителей региона, просмотра спортивных мероприятий, интересы жителей региона, занятия физической культуры и спорта, он существует. И когда такой интерес есть, то потребность возрастает и в современной спортивной структуре. В этом году в рамках программы «Распром детям» построены 10 универсальных спортивных площадок, построены 16 мини-стадионов. В Калининграде было открыто 3 площадки для занятия воркаут, также центр уличных видов спорта. Также мы продолжаем устроить универсальных спортивных площадок в муниципалитетах области, производятся ремонтные работы, ремонтные работы и спортивных площадок, и зданий детско-инушевских спортивных школ. Итак, исходя из слов Натальи Ищенко, становится совершенно очевидно, что год был очень насыщенным, богатым на победы и медали. И, конечно, нельзя не отметить, что из всех спортсменов, которые в этом году приносили славу калининградскому спорту, пришлось выбрать лучших. В декабре в Калининграде прошла ежегодная премия «Янтарный Олимп», на которой были названы имена лучших из лучших в нашем регионе. Лучшей спортсменкой 2017 года была признана член сборной России по плаванию Анна Егорова. В этом году Егорова в высочайшей конкуренции смогла выиграть серебро и бронзу чемпионата России по плаванию. А лучшим спортсменом региона в уходящем году стал борец греко-римского стиля Муса Евлоев. В 2017-м Евлоев выиграл золото чемпионата России и серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе. Ну а лучшим тренером региона по итогам 2017 года был признан Виталий Киреев. Он является тренером-преподавателем высшей категории по плаванию. Спортсмены Виталия Киреева в текущем году стали призерами 29-й Всемирной летней универсиады в Тайбэй и обладателями медалей различного достоинства в чемпионатах и Кубках России по плаванию. Также, дорогие друзья, были названы имена победителей еще в 19 номинациях. Однако нам просто не хватит эфирного времени, чтобы назвать имена всех лауреатов. Но в любом случае мы еще раз хотим назвать имена тех, кто весь 2017 год прославлял калининградский спорт и выигрывал медали самых крупных российских и международных турниров. Мы вправе гордиться достижениями наших земляков. Наталье Авдеевой, Александра Садовникова, Мусы Евлоева, Анжелы Гаспарян, Анны Егоровой, Дениса Муцукевича, Ибрагима Ильясова, Сергея Бытаева, Елизаветы Сыщиковой, Александры Ручкиной, Никиты Мозель. Особо хотелось бы отметить успехи победителей Сурдлимпийских игр Алисы Бондаревой, Анны Шарандовой, Никиты Помоскова, Ольге Урбутите, Олимпиады Калининой и многих-многих других спортсменов, приносящих славу калининградскому спорту. Конечно же, подводя итоги 2017 года, нельзя не сказать о футболе. Вся страна находится в ожидании чемпионата мира по футболу, и 1 декабря состоялась жеребьевка группового этапа турнира. По ее итогам, Калининград почти на две недели станет одной из столиц футбольного мира. К нам приедут сборные Англии, Испании, Бельгии, Хорватии, Сербии, Швейцарии, Нигерии и Марокко. Согласитесь, лучшего было сложно ожидать. Сразу несколько топовых мировых сборных сыграют на новенькой калининградской арене. А буквально пару дней назад стало известно, что сборная Сербии во время чемпионата мира будет базироваться в Светлогорске. Так что все любители футбола региона вполне могут рассчитывать на автограф и фото на память с Брониславом Ивановичем, Александром Каларовым или Неманей Матичем. Продолжая футбольную тему, нельзя не отметить и успехи калининградской Балтике. Впервые за долгое время главная команда региона борется не за выживание футбольной национальной лиги, а за места в стыковых матчах. Балтика одержала самую крупную победу летней осенней части чемпионата, обыграв «Спартак-2» со счетом 6-0. Собрала наибольшую среди всех клубов ФНЛ домашнюю аудиторию 8600 человек. Игрок «Балтийцев» Дмитрий Скопинцев был признан лучшим футболистом летней осенней части турнира. Будем надеяться, что и в наступающем году Балтика продолжит радовать нас успехами и реально поборется за выход в Премьер-лигу. Ну а теперь расскажем, чем активным и спортивным вы можете заняться на новогодних праздниках. На каникулах калининградцам предлагают поморжевать, сыграть в шахматы и совершить забег обещаний. Экстремалам же предлагают посетить озеро Шенфлес и присоединиться к компании янтарных моржей. Там инициативная группа любителей острых ощущений собирается каждое воскресенье. Подробнее об этом и о том, чем вы можете заняться в новогодние праздники, в эфире «Радио Спорт-ФМ Калининград» расскажет пресс-аташе регионального Минспорта Дмитрий Иванов. Это сообщество, которое существует буквально пару лет, но самое главное для меня, что это ребята, которые олицетворяют собой, что спорт – это не только голодочки секунды, там заплывы, но они еще и облагораживают свое место, где они пребывают. На Шенфлизе они завезли туда рыбу, завезли туда уже раков, которые очищают воду, завезли песка, построили площадку. Кстати, насчет 1 января выжила еще, сможет совершить так называемый забег обещаний. На Верхнем озере у площадки новый пауэркаут в 12.00 состоится мероприятие, в котором ты сможешь пробежать 2018 метров. Фишкой будет то, что участникам будут выдаваться стартовые номера, но номера там можно будет написать какую-то свою цифру, например, там 100. Я хочу вести 100 килограммов. Добавим, что 2 января стартует ежегодный региональный шахматный фестиваль «Надежда», в котором за неделю сыграет не менее 200 мастеров. С этого же дня начнется программа свободного посещения физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Горького 87. Все каникулы, кроме 7 января, любой желающий может приобрести разовый абонемент и воспользоваться услугами бассейного комплекса. Для свободного посещения открыты ледовые арены в Калининграде, Светлогорске, Советске и Гусеве. Жители и гости этих городов смогут покататься на коньках в установленные часы. Также не забывайте, что сразу после новогодних каникул на разных площадках региона возобновятся чемпионаты области по мини-футболу, хоккею, баскетболу и волейболу. Следите за новостями в социальных сетях Министерства спорта и, конечно же, на сайте klddefisport.ru. Ну а региональный эфир на Радио Спорт.ФМ вернется сразу после праздников. И весь 2018 год мы снова будем рассказывать вам о главных новостях, достижениях и событиях регионального спорта. А сейчас у нас вновь в эфире легендарная спортсменка и министр спорта области Наталья Ищенко, которую мы, конечно же, попросили поздравить всех спортсменов, да и просто любителей физической культуры и спорта с наступающим Новым годом и Рождеством. Всех с наступающим Новым годом, с Рождеством и, мне кажется, Новый год это всегда... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok